Девушки отдыхают 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 Астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан Аль-Наяди впервые вышел в открытый космос. Вместе с астронавтом Стивеном Боуэном они установили на поверхности МКС оборудование для последующей установки панелей солнечных батарей Айроса. Переходим к третьей новости. Султан стал вторым астронавтом ОАЭ, полетевшим в космос. Он прибыл на МКС на корабле Crew Dragon 3 марта. В отличие от своего предшественника Хазы Аль-Мансури, который пробыл на МКС всего 8 дней, Султан является первым арабским космонавтом, выполняющим длительный космический полет. В НАСА ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа. Некоторые из них были установлены еще в 2000 году. НАСА намерено развернуть шесть панелей Айроса. Две из них были смонтированы в 2021 году, третья и четвертая в конце прошлого года, А пятая и шестая батареи будут доставлены на МКС на корабле Cargo Dragon в этом году. Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» собрали номенклатуру элементов кораблей и станций, которые в будущем можно будет печатать на 3D-принтере в космосе. Новость номер 4. В частности, с помощью аддитивных технологий предполагается изготовление элементов крепления, кабелей, трубопроводов, корпусов, приборов, емкостей для воды и контейнеров для твердых отходов, а также теплообменников и других элементов. Специалисты подчеркивают, что применение проволочных технологий 3D-печати в космосе является сложной задачей. Ее решение позволит реализовать технологические процессы изготовления, обслуживания и ремонта элементов лунной инфраструктуры и космических пилотируемых комплексов. Китай планирует сформировать к 2030 году экспериментальную группировку спутников-ретрансляторов «Тюэ Цяо» или по-русски «Сорочий мост». Для исследования дальнего космоса. Пятая новость на сегодня. Космические аппараты будут поддерживать связь, предоставлять услуги навигации и передавать данные, полученные благодаря дистанционному зондированию. В частности, эти спутники планируются задействовать при реализации программы по строительству научной станции на Луне. К 2040 году группировка начнет работать в штатном режиме. Ее собираются использовать для обслуживания не только лунных проектов, но и миссий по изучению Марса, а также Венеры. Предполагается, что к 2050 году «Тюэ Цяо» будет расширена и позволит Китаю осуществлять программы, связанные с исследованиями планет, гигантов и окраин Солнечной системы. Наса присоединилась к японской миссии «Маршн Мунс Эксплорейшн», в рамках которой автоматическая станция исследует спутники Марса и получит пробу грунта с Фобоса. Вещество Фобоса прибудет на Землю для исследования в 2029 году. И это наша шестая новость. Ожидается, что аппараты всесторонне исследуют геологию и состав самого крупного спутника Марса — Фобоса. Они соберут образцы грунта с его поверхности и доставят их на Землю. Кроме того, станция попытается найти на Фобосе остатки погибших микроорганизмов с Марса и совершит облет вокруг другого спутника Деймоса. НАСА уже выбрало 10 американских исследователей, которые войдут в научную группу проекта, будут привлекаться к анализу грунта, разработают и создадут приборы для регистрации гамма-квантов и нейтронов, а также демонстрационный пневматический пробоотборник. Все странные участницы проекта Международной космической станции согласились продлить эксплуатацию орбитального комплекса после 2024 года. Завершаем дайджест следующей новостью. США, Япония, Канада и страны-участницы из Европейского космического агентства подтвердили, что они поддерживают эксплуатацию МКС до 2030 года, а Россия — до 2028 года. Специалисты России и США продолжают работу со всеми партнерами в целях обеспечения бесперебойного присутствия на низкой околоземной орбите, а также безопасного и организованного перехода от космической станции к коммерческим платформам в будущем. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в конце апреля также проинформировал страны-партнеры по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года. Как видите, друзья, космоса в нашей жизни становится все больше и больше. Смотрите, вдохновляйтесь и делайте лучше. С вами был летчик-космонавт Александр Мисуркин. До встречи. Космос не ждет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok